Чемпионаты первенства Севастополя по кикбоксингу – это важнейшие соревнования для бойцов. Именно на таких городских турнирах участники подводят итоги проделанной за год работы. От результата зависит их дальнейшая карьера в спорте. В чемпионате первенства города побеждают сильнейшие спортсмены, которые нам важно рассматривать в сборной города, потому что это уже, скажем так, городская элита, которая планирует в дальнейшем принимать участие в соревнованиях Российской Федерации. Юноши и девушки старше 12 лет боролись в двух дисциплинах – поинт-файтинг и лайт-контакт. В кикбоксинге удары наносятся и руками, и ногами. При этом спортсмен может бить соперника только кулаком в перчатке, в боковые и передние части тела выше пояса. Нередко в боях случаются и травмы. Чтобы избежать негативных последствий, тренеры обучают ребят технике безопасности на татами. Участник первенства Севастополя Владимир Мордик занимается кикбоксингом 10 лет и часто добивается успеха на региональных турнирах. Парень уверен – участвовать в соревнованиях крайне важно. Именно так борцы смогут получить реальный опыт и научиться понимать соперника. Соревнования проходят отлично. Мне попался новичок, но новичок очень крепкий, сложистый, и мне было, конечно, довольно трудно. Но я победил, я справился. Федерация кикбоксинга Севастополя в России на хорошем счету. Недавно наши спортсмены участвовали на первенстве Южного федерального округа и показали достойные результаты. У нас есть первые места, вторые места. Двое ребят выполнили норматив мастера спорта, документы в Минспорте сейчас на присвоении. И вошли в состав сборной команды Российской Федерации, что является, конечно, большой честью для города-героя Севастополь. Среди кикбоксеров, которыми гордится Севастополь, Александр Малышев. Парень стал лучшим в Южном федеральном округе. А на первенстве России Александр выполнил норматив мастера спорта и стал обладателем сразу двух медалей – серебряной в дисциплине поинт-файтинг и бронзовой в лайт-контакте. Спортсмен 7 лет занимается в группе знаменитого севастопольского тренера Александра Дементьева и мечтает достичь высот в кикбоксинге. С нами он поделился, какой прием считает своим коронным. Это йока с разворота, то есть это прямой удар на гой в прыжке. Ну, некоторые тоже умеют его делать, но, может быть, не так технично. В течение боя надо проводить определенные комбинации, тем самым разведывая всю тактику и манеру поведения соперника. Но на тренировках и в привычной жизни нет места вражде. После ожесточенных схваток ребята относятся друг к другу по-товарищески. До боя, после боя, все как обычно. Дружба, рукопожатие. А в бою нет ни друзей, ни врагов, только соперник. По результатам чемпионата и первенства Севастополя по кикбоксингу будет сформирована сборная города, которая отправится на Кубок России в декабре. Жанна Тарасова, Анатолий Паньков, Севин, Форумбюро.